Всем привет, друзья! Многие из вас просили снять видео, как рассчитать дневную норму калорий. Сразу же скажу, что это довольно сложно. Там есть цифры, которые нужно запомнить для того, чтобы рассчитать. Но это не важно. Я вам сейчас все покажу. Поехали! Ну, значит, смотрите. Формула расчета калорий. Основной обмен. У нас будут три показателя. Допустим, буква А, буква Б и буква В. Это будет вес, это будет у нас рост и это у нас будет возраст. Возраст человека. Значит, вес в килограммах, рост в сантиметрах и возраст, точнее, естественно, в годах. Эту цифру, которая у вас получится, точнее, не получится, которая у вас есть, допустим, вес 64, да, тут 64, нужно будет умножить на цифру вот такую, 9,99. Рост, допустим, у вас, я не знаю, 180, да, нужно будет умножить на 6,25. Так, следующее. Возраст. Например, вам, я не знаю, 23 года, да, нужно будет умножить ваш возраст на 4,92. Откуда взяты эти цифры, я не знаю, на самом деле, но эти цифры очень четкие. И именно умножая вот эти свои данные, вы получите то количество, которое вам нужно съедать калорий в день. Да, с этим закончили. Это основные цифры, которые нам надо будет сейчас умножить. Я беру телефон, открываю калькулятор, и сейчас мы умножаем эти цифры. Мой вес 64 килограмма, значит, 64 умножить на 9,99, равно, ну, округлим, 639. Следующее. Мой рост 180 умножить на 6,25, получается 1125. Следующее. Возраст. 23 года умножить на 4,92, получается 113. Тоже округляем. Следующее. Вот эти цифры нужно объединить, точнее, сложить и сминусовать по такой формуле. А плюс Б минус В. То есть мы плюсуем вес плюс рост и отнимаем от этой суммы, которая получится, возраст. У нас получается, значит, А, 639 плюс Б, 1125 и минус сумма 113, равно 639 плюс 1125 и минус 113. Получается 1651. Вот, друзья, эта цифра, это то количество калорий, которое нужно для меня лично, да, для того, чтобы я мог нормально существовать. Это в день нужно столько употреблять, да. Теперь. Чтобы мне набрать массу, что мне нужно сделать в следующем? Переходим к следующей стадии. Для того, чтобы вычислить калории, которые нам потребуются для того, чтобы набрать массу, ну или хотя бы восполнить, да, то, что мы потеряли на тренировке, нам нужно сделать следующие шаги. Первое. Если образ жизни сидячий и спортом человек не занимается вообще, нужно умножить вот эту цифру на 1,2. Если образ жизни сидячий и спортом человек не занимается, но довольно много передвигается пешком или тратит время на дела по дому, нужно умножить на 1,5. Если человек много двигается по работе или занимается фитнесом хотя бы 3 часа в неделю, нужно умножить на 1,6. То есть 3 часа в неделю. Это про меня. Я хожу 3 раза в неделю. Значит, умножаем 1651 умножить на 1,6. Ой, точка. Равно умножить на 1,6. Уберись, кто-то написал. Так, 1651 умножить на 1,6. Получается 2641 калория. Это та цифра, которая мне нужна для того, чтобы восполнить мою энергию потраченную и восстановить, да, эта цифра будет уходить на восстановление моих мышц, которые я потратил, моей энергии, да. И эта цифра будет уже начинать восстанавливать мои мышцы. Но, чтобы увеличить массу, нам нужно плясать от этой цифры. То есть 2641 – это начальная стадия, которая пополнит ваши запасы энергии, да, и восстановит ваши мышцы в прежнее состояние, которое было. Но, чтобы увеличить массу, нам уже нужно увеличивать вот эту цифру. Не эту, а вот эту. То есть получается, если вы хотите увеличивать массу, то вам придется в день, да, понемножечку увеличивать калории. Получается, например, один день вы едите 2641 калорию, на следующий день вы увеличиваете там на 200, да, калорий. Значит, будете есть 2841, на следующий день будете увеличивать еще на 200. Запарили писать. Так, короче, 3000 калорий и так дальше. Сейчас я, например, ем в данный момент, свою цифру скажу, я употребляю 3200 калорий. Это я увеличил, для меня это комфортная цифра. Я ем 5-7 раз в день, вот, и у меня выходит где-то 3200 калорий. Значит, сейчас я вам покажу листик. Вот, собственно, листик, я все расписал себе, сколько калорий содержится в каждой еде, там, греча, рис, макароны, овсянка и так далее. И все расписываю каждый день. Просто каждый прием пищи я расписываю, а потом все вычитаю, складываю и так далее. У меня получается, вот, примерная цифра в день 3237 калорий. Где-то 150 грамм белков и 470 грамм углеводов. Вот это моя цифра. Ну вот, друзья, вот такие вот хитрые вычисления получаются, такие махинации прям. Видео, я думаю, получится довольно длинное, около 10 минут, скорее всего. Я тут долго объяснял. Вот. Я это все выложу в описании, все цифры, все будет. И, естественно, мы дошли там только до трех раз в неделю занятий, да, три часа в неделю. Но тут есть еще больше, 6-7 часов кто-то занимается, ведь каждый день я это все выложу. Вы теперь знаете, как все складывать. Посмотрите еще раз, если не поняли. И, естественно, я, конечно, все в письменном виде выставлю. Вот, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам это видео было полезно. Ну, а если не хотите вообще запариваться с этими вычитаниями сами, то можно найти в интернете специальную программу. Я ссылку тоже кину на нее в описании. Там все просто. Вводите свой рост, вес и возраст, и вам выдается просто компьютер подсчитывает сам. Так что париться не придется. Но если вы хотите научиться сами вычитывать, высчитывать калории, то тогда вам, естественно, понадобится вот эта вся схема. А так что, друзья, спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok